Друзья мои, добрый день! Здравствуйте! Сегодня 4 ноября Ну, я не поздравляю Ну, мы получили Блоги из Перми, сотрудник КГБ, опальный Бессонов Ну, вот мы получили какой-то праздник Не знаю Вошел он в поры В сознание граждан или нет Но, тем не менее, праздник Так вот, друзья мои, ну, вы знаете, я сейчас говорю Понять историю России Последние десятилетия, годы Можно только вот историю Рима Вспоминаю, там тоже приходили К власти такие чудаки Такие гомосексуалисты И там какие-то... Ну, хотя в Риме это не было Каким-то пороком, это было естественное Естественное отправление надобностей И сумасшедшие были Ну, и так далее То же самое здесь Фактически после выборов 96-го года, кстати Страной правила Таня Дьяченко Дочка Владимира Владимировича Бориса Ельцина Он был в Акстралии, Ельцин Хотя есть вообще версия о том, что И это писали летчики Это письмо зарегистрированное В Государственной Думе Писали летчики, что они В 96-м году вывозили Неизвестный гроб цинковый В Германию И его сопровождал Наина И Татьяна Дьяченко Вот они, ну, кто знает Глядя, что он не пережил операцию Ну, черт его знает Пережил, не пережил Ну, факт то, что с вами Повлилась Татьяна Дьяченко Таня Она была любовницей, говорят Этого Чубайса Ну, в общем, надо сказать Вот то, что мы имели И они нашли Владимира Путина Который Его задача была Дать возможность Семье спокойно жить Что он выполнил Ну, и взгляды Путина На экономику На политическое устройство Они вообще неизвестны были Не факт, что он что-то читал Но он меняется Меняется Я вам хочу сказать, что Ну, в основе, конечно, была Абсолютно либеральная утопия Что рынок все отрегулирует В чем проблема экономики сегодня? Это нехватка денег у населения Ведь были ли удачные реформы у Примакова Да Когда он дал за 9 месяцев Простите, чуть приболел 22%, 24% И, казалось бы, почему Начал платить деньги Ну, платить деньги И экономика Да, на какие-то товары Цены поднимутся Связанные с машинами И так далее Но Малый, средний бизнес Где Большинство населения Что называется Живет и кормится Все это даст рост Ну, дай денег людям Сегодня потребность экономики В деньгах 60% На Китае 120% В Америке там вообще Они не смотрят Они печатают, что и хотят Ну, дай денег Вот и сейчас он даст Деньги ВПК Солдатам там и так далее И вы увидите Будет неизбежный рост экономики Потому что у людей Деньги появятся Немножко что-то оживет Дай процентные Льготные ставки Попотеки Дай Ну, то есть это всем известно Все к этому пришли Французы так экономику поднимали Когда коммунистов Пробирали программы коммунистов Там бесплатное жилье Они раздавали Плюс наказанные семьи Социальную норму Это приводило к тому Что за счет жилья А другие сектора экономики развивались Если вы въехали квартиру Вам нужна унитаз Мебель нужна То есть, ну, вот и так далее Я думаю, что все-таки Он где-то что-то Начнет платить деньги Печатать Уйдет от рекомендаций Международного фонда Ну, вот так В такой стране мы живем Поэтому история Рима В этом плане очень интересна Там тоже разные были И Гогтибал был И кто там только не был И Каллигула Коня назначил Это в период принципата Ну, вот так В такой стране мы живем Я думаю, что сейчас он будет Что-то где-то Деньги раздавать Что называется Отдавать деньги населению Да, на какую-то группу товаров Повысится цена Но основная масса Так сказать, мелкий бизнес Столовые Все это заживет Но ее начнут тратить И начнет Экономика начнет оживать Я думаю, будет вот так Спасибо, Ваш Бессонов Алексей Борисович